Помощь оказывают и лесам, но сейчас на каждого десантника приходится чуть больше 10 квадратных метров тайги, охваченной пламенем. Основные очаги в северных и труднодоступных районах, как туда доставляют людей и технику, а также о союзнике, который появился у пожарных и лесников, далее. Огонь захватывает от 5 до 25 метров леса в минуту. Поселок Бур в Катанском районе от стены пламени отделяют всего 60. На окраине населенного пункта цистерна с соляркой – 10 тысяч тонн. Так что у местных жителей есть повод для паники. Но пожарные хранят спокойствие. Как оказалось, это так называемый «встречный пал», призванный остановить надвигающийся лесной пожар. Никакой угрозы нет, но людей можно понять. Мы делали плановый отжиг, он был от последнего полосы, от оселенного пункта. Естественно, когда большой дым, там растет пихтач, это очень много выделения черного дыма, как с баллонов и зима. И огня, естественно, люди в такой ситуации начинали паниковать, звонить, думали, что все это бесконтрольно, никто не работает. Но людей в этом случае, естественно, можно понять. Повторюсь, что угрозности на пункту Бур нет. И не было. Это был отжиг. Всего, по данным Минлесхоза, в области действует 30 пожаров. Противостоят огню 700 человек, 150 единиц техники. За обстановкой наблюдают 17 самолетов и вертолетов. Кстати, основная доля нагрузки легла именно на авиаторов. Все пожары в труднодоступных районах людей и технику можно доставить только по воздуху. Рекордсмены по количеству возгораний уже традиционно. Братский, Катанский, Уськутский районы. В последнем сразу 9 очагов. В связи с усложнившейся обстановкой введен режим ЧАЭС 3 июля для задействия дополнительных сил и средств. То есть на данный момент проводятся все необходимые работы. На территории города Уськута наблюдается легкая задумленность, но ничего критического нет. По заверениям синоптиков, неудобства для жителей северных районов временные. Уже к концу недели к пожарным десантникам и работникам лесхозов присоединится погода. По области прогнозируются дожди. Давид Азизов. Новости по будням.